Прав тот, у кого больше прав. Не исчерпана проблема с проездными. До сих пор к нам в редакцию поступают жалобы от пенсионеров и льготников на кондукторов городских автобусов. По сей день в экспрессах не признают социальные проездные билеты. Очередной конфуз пережил в 118 маршруте с сообщением Караганда-сортировка пенсионер, которого отказались везти по социальному проездному билету с доплатой 10 тенге. Обиженного Аксакала выслушала Аймторе Абдина. Рамазан Гусеев уже 16 лет на пенсии. С последним повышением пенсионных денег в январе на руки получил 32 тысячи тенге. Живет с семьей сортировки. Часто ездит в город к детям. С повышением тарифа на проезд в общественном транспорте Аксакал не может у кондукторов 118-го экспресс-автобуса добиться полной информации об оплате за проезд социальными проездными. Объявляли пенсионерам соцпроездным на автобусах 118-й, 134-й, 145-й, говорили платить 10 тенге. Вот я несколько дней ездил, если бы я в месяц раз ездил, ладно, а то каждый раз по 60 тенге плачу. Хотя объявляли так. 118-й экспресс на маршруте общим проездным билетом доплачивается 10 тенге. А социальным проездным билетом и льготным проездным билетом 60 тенге это платить. А раньше социальный проездной билет не был действительно... Пенсионер удивлен и удручен еще и тем фактом, что единственный 118-й экспресс-автобус в сортировку ездит сейчас крайне редко. Соответственно, все автобусы до отказа забиты пассажирами. До повышения тарифа ситуация с провозом не была столь плачевной, какой стала после повышения тарифа за проезд, говорит Аксакал. Автобусы всегда переполнены, местов нету, стоять приходится. Кондукторы грубят, спрашиваешь, расскажешь, вот нет, мы не знаем ничего. Вот так у них ответ. Там же не будешь спорить. А на остановках по сколько времени стоите? На 20-30 минут иногда стоим. Регулярность в данное время, 118-го у нас не полномобильный выполняется. Проделает 60-70%. Согласно утвержденному расписанию, если будет осуществляться полномобильный, тогда такого особенного часа, во время часа пик не будет переполненного автобуса. Повышение произошло, но, как говорится, воз и ныне там, то есть сервис на том же уровне. Представители пассажирского транспорта городского ЖКХ пообещали в скором времени урегулировать редкие автобусные маршруты. Правда, конкретного времени не уточнили. Пока идут переговоры и совещания, пассажиры вынуждены в морозы простаивать по 30-40 минут на остановках и ездить друг на друге в пропитанном зловонье в общественном транспорте.